Публичное признание в любви родному городу. Многие ли на это способны? Представители литературно-творческого объединения «Альтаир» подкрепили свои чувства делом. И к юбилею малой родины сдали сборник «Гимн Уссуриску», где каждая строка воспевает улицы, закоулки, памятники и диковинные места и наши редкие растения. Мы порешали с поэтами, что обязательно нужно показать сборники не только наших уважаемых ныне живущих поэтов, но также включили стихи, которые ушли, поэты, которые ушли из жизни. Это Сергей Николаевич Колзлов, это у нас Иван Киланов, дальше у нас есть стихи Светланы Владимировны Шевцовой. К слову, само творческое объединение тоже на пороге праздника. «Альтаиру» почти пять лет, и практически все присутствующие на презентации стояли у истоков. У каждого альтаировца своя необыкновенная история и множество талантов. Поют, пишут стихи, картины, сочиняют прозу и хранят страницы истории родного города. Как-то в школе там написали, словно бык среди лугов, развица Гена Унжаков. Ну и я в ответ там написал тоже стихотворение, и всех поехал в порог. Да не просто поехала, а понеслось в припрыжку. В арсенале Геннадия Унжакова. Сотни стихотворений. Поэзией он увлекся, будучи школьником. А вот за кисти и краски взялся еще в детском саду. По долгу службы. А поэт, военный пенсионер, посещал многие регионы нашей страны, бывал и за рубежом. И всегда картины из памяти воплощал на холсты. Всю мою жизнь я рисую, рисую, рисую. Научили меня рисовать мои родители и сестренки при помощи подзатыльников. Я ничего не кончал. Некоторые беру у знаменитых наших художников, у русских. Но, правда, стараюсь гораздо лучше написать, чем они писали. Об истории родного города рассказывают и снимки, черно-белые и цветные. Фото – еще одно увлечение альтаировцев. За глубокими познаниями о месте, в котором мы живем, спешите в библиотеку семейного чтения на Пролетарской 89. Выставка будет работать две недели. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.